Дело в том, что у нас уже был период, когда мы его забыли. Его ведь в 46-м, 47-м, 50-м, 55-м году никто не праздновал. Его начали праздновать в 60-х годах, День Победы, как ни странно. Не даром же его называют со слезами на глазах. Это не столько праздник, сколько День Скорби. Потому что победа досталась России огромной ценой. Тут мы вспоминаем сразу почти о 30-ти миллионах погибших. И ближе всего к правильному пониманию этого праздника была вот эта акция «Бессмертный полк». Вот там они несли, дети, юноши, взрослые, несли портреты, как правило, погибших. Погибших на поле боя или погибших в последствии от ран. Или умерших, но война и ранения ускорили их смерть своих родителей или родственников. Вот это было правильное понимание этого праздника. Как огромной, в первую очередь, трагедии народа, ну и, конечно, его светлого часа нашей истории.